МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Румынский Майдан. На улицах Бухареста тысячи протестующих, сотни пострадавших в столкновениях. Чего требуют люди и чем отмечает власть? Пули возле огородов. В Кировоградской области селяне борются с пьяными охотниками. Почему ни местная власть, ни правоохранители не могут найти управу на стрелков? Боевики 7 раз нарушили тишину на Донбассе. По сообщению Минобороны, противник применял гранатометы и стрелковое оружие вблизи Новгородского, Павла Полягнутого, Новотроицкого и Лебединского. Подробнее с линии фронта наш военкор Ирина Баглай. Он упал в сознание, говорит, бойцу, который был рядом, говорит, я что, говорит, умер? Он говорит, а ты что, говорит, дурак ты, говорит, живой, все нормально. Сразу его эвакуировали в укрытие. Там уже медики надавали первую помощь. Ну, через 10 минут была доповедь, что, двухсотой. Так, во время дежурства погиб Виктор Кондалюк. Его товарищи не сразу поняли, что в него попал вражеский снайпер. Пуля пробила легкое, и отверстие было едва заметным. Стрелял, говорят пехотинцы, профессионал. В основном он так, отдельно работает от всех. Ну, иногда бывает и под прикрытием, когда бой идет, тогда тоже работает. Ну, тогда его очень тяжело заметить, что он работает, потому что звук сливается. На следующий день, во время такого боя, выстрел снайпера-боевиков забрал жизнь еще одного пехотинца. 26-летнего фельдшера Сергея Цепуха. И вот в момент прихода, как они прикрывают снайпера, с лево начали обстреливать наших соседей с лево. И после этого, мы не слышали, пострел. В последние две недели снайперские группы российских оккупантов открыли настоящую охоту на наших солдат. Вычислить хорошо подготовленных специалистов сложно. Окраину Донецка, Петровский район, и Маарьинку разделяет удобная для противника лесистая местность. И с леса работал, с зеленки, просто вот там с речки. Тут речка проходит, камыши, его не видно практически. Во время этой снайперской охоты боевики использовали отвлекающий маневр. После месячного затишья открыли огонь из противотанковых гранатометов по жилому кварталу. Навесом боевики попали и вот в этот дом снесли крышу. Но дважды пожарным пришлось его тушить, и до сих пор все равно он дымится. Первый раз приехали, не дотушили, потому что опять обстрел начался, уехали. Второй раз приехали, дотушили, но уже ничего там. Все сгорело. В течение недели реактивными гранатами боевики целились и вглубь города. Стреляли по магазину и двору, где живет семья с ребенком. Сам обстрел произошел, когда магазин был закрыт вечером. Его последствия Рита увидела уже утром. Как-то не хочется вспоминать этого. Хорошего ничего нет. Все разбитое, все раскидано. Как всегда. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. ОБСЕ зафиксировала очередной российский конвой на Донбассе. Две колонны грузовиков выявил беспилотник наблюдателей. Кадры показали на видеоканале мониторинговой миссии. 7 августа 16 машин заехали вглубь оккупированной территории и вернулись назад. Границу России с Украиной грузовики пересекли в районе, где нет погранично-пропускных сооружений. Машины двигались в темное время суток по грунтовой дороге. Пунктом назначения конвоя стал город Хрустальный в Луганской области. Это бывший Красный Луч. Смартфон-находка для шпиона Пентагон официально запретил всем американским военным использовать любые мобильные приложения с функцией геолокации. Какие данные о себе мы каждый день выдаем, сами того не замечая, разбирался Дмитрий Анопченко. Их операции засекречены, местоположение неизвестно даже родным. Но оказалось, что определить, где находятся американские военные, осуществляющие спецоперации, очень просто. У многих на запястье фитнес-браслет. И почти у каждого на телефоне стоит то или иное приложение, которое отслеживает геолокацию. Практически все, у кого есть смартфоны, включают сейчас и функцию геолокации, ведь это так удобно. Не задумываясь о том, что мы передаем не только точку, где находимся сейчас, не только наш адрес, но и всю историю пребывания, пока телефон был в кармане, ну а многие люди с ним просто не расстаются. И по большому счету специалисту получить весь этот огромный массив данных за несколько лет не составляет никакого труда. Вот военных терпений лопнуло. Запрет, который вступил в силу немедленно, касается и служебных, и личных телефонов, и вообще всех электронных устройств, на которых установлены такие приложения. Самым сражайшим образом включать функцию геолокации запретили в местах проведения операций. Но и в обычной жизни пользоваться не рекомендуют. В сообщении американского военного ведомства говорится, геолокация может раскрыть личную информацию, местонахождение, повседневную активность, число военных. Мол, все это ненужный, неоправданный риск. Даже если учесть, что пользоваться мобильными приложениями удобно, и жизнь без них станет не такой комфортной. При этом удивительно, но такие вот фитнес-трекеры американская армия раздавала своим военнослужащим вообще бесплатно. Для того, чтобы мотивировать их заниматься спортом, проявлять больше физической активности. И лишь со временем поняли, что по сути прикрепили к каждому офицеру маячок, по которому его могут вычислить враги, противники или террористы. И это уже происходило. По информации Вашингтон-Пост, сначала данные о военных базах США и других секретных объектах появились в интернете на картах спортивного приложения, показывающего активность владельцев фитнес-устройств. Там даже перемещение патрулей в Ираке и Сирии можно было с точностью до нескольких метров отследить. Затем другое популярное мобильное приложение выдало местоположение сотрудников американских спецслужб по всему миру. С такими утечками никаких шпионов не надо, все в открытом доступе. Вот почему с этого дня сотни программ для мобильных, которыми мы пользуемся каждый день, вне закона, но пока что только для военных. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Перестрелка у киевского автовокзала. Это произошло в одном из кафе. По данным полиции, шестеро мужчин спровоцировали драку с тремя оппонентами. В результате один из участников конфликта сделал несколько выстрелов из травматического пистолета. До приезда правоохранителя дебоширы разошлись. Позже с побоями к медикам обратились трое мужчин. Один из них был ранен в бедро. Полиция устанавливает причины и личности участников инцидента. Зачинщикам грозит до семи лет за решеткой. Вооружены и опасны в Кировоградской области жители села Бобренко. Восстали против охотников, которые отстреливают уток на их пруду. Пули свистят просто над головами, говорят селяне. И мало того, что любители пострелять палят в пределах населенного пункта, так они еще и изрядно под шафе. Обо всем подробнее наши корреспонденты. Это пруд в селе Бобренко. В нескольких шагах огороды местных жителей. Говорят, для них сезон охоты становится настоящим адом. В последние 10 лет, это не просто пекло, вы верите. Приезжают машины, тут просто оцепляются все дело и делается натуральный рост. Вот дед живет рядом, тут рухается транспорт постоянно, тут дети бегают. Вот, если видите, коровы пасутся. Чтобы покончить с этим, в прошлом году пруд решением сельсовета включили в границы села. А значит, теперь охотиться здесь запрещено. Но охотники приехали снова. Пули летали прямо над головой, рассказывает 80-летняя местная жительница. Просьбы пенсионерки прекратить стрельбу проигнорировали. Жители пошли к охотникам, попросили уехать подальше от села. Я понимаю. Мы по закону... А че вы по закону бухи уси? Люди вызвали полицию. А вся территория внесена решением сессии сельской ради в территорию населенного курица. Внесена? В 2017 году. Но и это не помогло. После короткой беседы правоохранители просто развернулись и уехали. Без внимания осталось и заявление местных властей, что охотники всегда находятся в состоянии алкогольного опьянения. Я писала, потом заявление в них ткнуло. Вы написали, да? По них видно было, да? Нам сказали, что треба специальная экспертиза. И никто не складывал протокол. Почему? Подробности потребовали у полиции объяснений. На данный момент ознак криминального правопорушения не выявлено. Проводим проверку и будет давать соответствующую оценку. Жилье, пожалуйста, закон нам заборонено поливать его нет в разом состоянии. Прямой нормы такой нет. Но запрет на распитие спиртных напитков во время охоты все же существует. Записан в положении Минагрополитики о правилах охоты. Подробности будут следить, какую оценку дадут правоохранители действиям охотников. Селяне же пока управы на них не нашли. А сезон закончится только в декабре. Андрей Кровец, Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер. Кировоградская область. Еще одна жертва. В больнице Запорожье во время операции умер 7-летний ребенок, который пострадал накануне масштабной аварии. Напомню, вчера около 3 часов дня на трассе в районе села Каменское столкнулись маршрутка ЭКОМАЗ. Его вынесло на встречную полосу прямо на автобус. Маршрутка с пассажерами ехала из курортной Кирилловки. Погибли 6 человек. Пятеро детей и один взрослый. 11 человек были госпитализированы. Мальчик, который скачался сегодня, получил тяжелейшие травмы и потерял много крови. Сейчас под наблюдением медиков остаются пятеро пострадавших. Водитель КамАЗа не пострадал. По его словам, у грузовика заклинило руль и его вынесло на встречную полосу. Сегодня в суде его арестовали на 2 месяца без права внесения залога. А вот у водителя маршрутки, как стало известно сегодня, не было разрешения на перевозку пассажиров. 13 тысяч нарушений со стороны маршрутчиков обнаружили полицейские при проведении операции перевозчик. Продолжалась она 20 дней. Об этом сообщил глава нацполиции Сергей Князев. Правоохранители осмотрели около 65 тысяч транспортных средств и полторы тысячи оказались неисправными. Кроме того, 50 водителей в состоянии алкогольного опьянения перевозили пассажиров. И еще об одном жутком ДТП в Римлянской области. На трассе Киев-Чоп грузовик влетел в молоковоз, который выезжал со второстепенной дороги. От удара фура мгновенно вспыхнула. Ее водитель сгорел заживо в кабине. Водителя молоковоза госпитализировали сильными ожогами. Извеченные машины перегородили проезжую часть. Чтобы оттащить их, спасателям понадобилось несколько часов. Из-за этого на трассе образовалась пробка длиною 16 километров. А в самом Римлян пьяным за рулем в четвертый раз подряд попался местный мажор Андрей Бузинарский. Он сын одного из местных политиков Михаила Бузинарского, бывшего главы региональной ячейки украинского выбора. Нынче руководителя областного отделения партии «Зажитян». Во время задержания Андрей Бузинарский открыто заявил, он находится под действием наркотиков и алкоголя. И напрямую угрожал журналистке обо всем подробнее Снежана Сидорук. Суббота, половина седьмого утра, на перекрестке Грушевского и Кобзарской столкнулись две легковушки. Водитель «Шкоды» пытался проскочить на красный сигнал светофора. За рулем «Шкоды» скандально известный в городе Андрей Бузинарский, сын римненского чиновника и бывшего милиционера Михаила Бузинарского. В недалеком прошлом главы региональной ячейки украинского выбора, а сегодня руководители областного отделения партии «Зажиття». На счету Бузинарского-младшего ни одно ДТП и скандалы со сбытом наркотиков. Сегодняшний протокол за вождение в нетрезвом виде уже четвертый. У него нет прав, говорят в полиции. Документы отобрали за предыдущие нарушения. Кроме того, Бузинарскому не позволено даже выходить из дому ночью. Данный водой перебывает за ранее в чинении злочин, таких как сбыт наркотических средств, под домашним арештом. Поэтому, соответственно, мы будем сейчас собирать факты, которые подтверждают порушение ним условия перебывания домашнего арешта. И чтобы суд направлено к суду, чтобы суд брал более суворую меру запобежного захода. Вместе с полицией на место ДТП приехала журналист Инна Белецкая. Бузинарский дерзил, угрожал ей и даже попытался ударить. Когда я приехала на место, Андрей Бузинарский перебывал уже в кайданках. Поводился он крайне адекватно. А в тот момент, когда мы начали его снимать, он начал погроживать. Двичину ударил мне по телефону. Я спросила, если он вживал наркотики или алкоголь. Он мне сказал, что он вживал и наркотики, и алкоголь. По факту угроз журналистки, полиция начала досудебные расследования. За это Бузинарского могут посадить на три года. Пока же выходки мажора и пьянство за рулем, и сбыт наркотиков сходили ему с рук. Снежана Сидорук, Николай Васильюк. Подробности телеканал Интер. Ривны. В Бухарест охватили многотысячные акции протеста. Румыны обвиняют власть в коррупции и требуют отставок. Демонстрации переросли в беспорядки. Полиция начала жестоко разгонять митингующих. Пострадали 450 человек. Чем все закончилось в нашем следующем материале. Больше четырех сотен раненых. Разбитые в витрины улицы в дыму. Так сегодня ночью закончились массовые протесты в румынской столице. По разным данным, от 80 до 110 тысяч человек вышли на главную площадь Бухареста и потребовали отставки правительства. Парни! 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 Многотысячные протесты организовали румынские трудовые мигранты. К ним присоединились другие жители страны. Люди обвиняют правительство в коррупции и требуют досрочных выборов. Румыны недовольны, что правящую социал-демократическую партию возглавляет приговоренный к тюремному сроку политик. Ливию Драгни осудили за подстрекательство к злоупотреблению служебным положением. Люди также критикуют увольнение антикоррупционного прокурора Лауры Кёвеши. Ее называли одним из самых непримиримых борцов с коррупцией в стране. Мы хотим показать, что заботимся о Румынии. Я покинул страну более 23 лет назад. Строил будущее за пределами родины. Но хочу вернуться. Хочу, чтобы мои дети здесь росли. Мы должны поменять политиков, которые возглавляют страну и все то, что они делают. Они издеваются над нами, нашими детьми и родителями. Мы должны наконец-то проснуться. Ближе к вечеру мирные протесты переросли в беспорядки. Демонстранты попытались прорвать полицейский заслон возле главного правительственного здания. А правоохранители начали вытеснять людей с площади. В ход вошли водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ответ протестующие бросали бутылки и камни. По словам полиции, к митингующим присоединились агрессивные футбольные фанаты. Правоохранители задержали 33 протестующих. В результате столкновений травмы разной тяжести получили 450 человек. Как демонстрантов, так и полицейских. Жесткое поведение полиции осудил президент Румынии Клаус Йоханнес. Он публично потребовал немедленных объяснений от главы МВД. А представители правящей коалиции заявили, что демонстрантов подкупили организаторы протестов. Министр по делам ЕС Виктор Негреску призвал румын-мигрантов возвращаться на родину. Виталий Акушмирук, подробности телеканал Интер. В Европейском Союзе ожидают, что антикоррупционный суд заработает в Украине до конца года. Такое заявление обнародовал пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС. В нем говорится, что после внесения поправок в закон, он полностью отвечает обязательствам Украины перед западными партнерами. Пособия по месту жительства немецкие власти планируют урезать детские выплаты гражданам других стран ЕС, если их дети проживают за пределами Германии. Каких махинаций они пытаются избежать, знает Татьяна Лагунова. 194 евро в месяц на первого и второго ребенка, 200 на третьего и 225, если детей в семье больше. Такие пособия Германия платит не только немецким родителям, но и гражданам других государств Евросоюза, если они приезжают в страну работать. И вот немцы вдруг заметили, количество иностранных получателей детского пособия резко растет. Только за последний год на 10%. При том, что сами дети живут за пределами Германии. 270 тысяч детей живут не в Германии, но на немецкие пособия. Это официальная статистика Министерства финансов. Только в прошлом году на выплаты по этой статье Германия потратила сотни миллионов евро. И чаще всего такие пособия получали граждане Польши, Румынии и Болгарии. Оформить помощь на ребенка проще простого. Гражданин ЕС должен предъявить трудовой контракт, прописку в Германии и свидетельство о рождении ребенка или детей. И все, деньги капают каждый месяц. А вот переехала ли с заявителем семья или осталась жить на родине, никто не проверяет. Как впрочем, существуют ли дети в принципе. Фальшивые свидетельства о рождении, эффективные трудовые контракты и прописки. Немецкие чиновники признают махинации и имеют место. Но насколько они масштабные, оценить не могут. У государства не хватает ресурсов. Тщательно проверить всех и каждого. Бороться с махинаторами решили другим путем. Правительство планирует урезать пособия на детей, если они живут за пределами Германии. То есть выплачивать не немецкое пособие, а сумму, которую на детей выделяет страна их фактического проживания. Этот вопрос депутаты Бундестага рассмотрят осенью. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Всплоченность и уважение к своей культуре. Уже седьмой год подряд Союз Армян Украины организовывает детско-юношеские лагери на берегу Черного моря в Одесской области. Такие ценности армяне прививают своим детям. Об этом далее в сюжете. В каждом из них течет кровь древнего кавказского народа. В поселок Сергеевка съехались 60 детей из армянских семей со всех регионов Украины. Путевка сюда стала своеобразным поощрением за успехи в учебе, спорте и активное участие в жизни диаспоры. И вот две недели глубокого погружения в армянские традиции. Мне нравится гордость в каждом человеке за свою нацию, за свою родину. Помимо танцев, песен и рисования, изучения истории и географии Армении, уроки родного языка. Для самых маленьких армянский начинается с необычных букв алфавита. Но дети говорят, он совсем не сложный, хотя отличается от украинского или русского. Смена длилась две недели. Вожатые старались не перегружать детей учебой, давали возможность и в море купаться, и просто развлекаться в свое удовольствие. У нас было множество мастер-классов, мы проводили для них интеллектуальные игры. В общем, насыщали лето как могли. В лагере отдыхали и несколько школьников из самой Армении. К слову, они были приятно удивлены уровнем знаний своих украинских сверстников. Я не ожидал, что здешние армяне будут тесно связаны с армянской культурой, будут сохранять обычаи. Было неожиданно. Организаторы говорят, в первую очередь хотели, чтобы дети подружились между собой, потом поддерживали отношения и знали, теперь у них есть друзья в разных городах Украины. Одной из целей является общение самих детей, их правильная консолидация, для того, чтобы они дальше могли эту культуру правильно нести всем тем, кто находится за пределами своей родины. Организаторами лагеря является наша общественная организация «Союз армян Украины» во главе с председателем Веленом Григорьевичем Шатваряном. Кстати, отдохнуть ребята могут и зимой в Закарпатье. Там организовывается молодежный лагерь. А пока на прощание гимн Армении и коллективное фото. А еще ожидание новой встречи. Ведь в следующем году все повторится. И море, и танцы, и дружеские улыбки. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. Проводить под наркозом детям детальные МРТ-исследования теперь смогут на мощнейшем в Украине томографе в одном из диагностических центров столицы. Уже несколько лет здесь сотрудничают с благотворительным фондом возрождения. Подробности в нашем материале. Выявлять опухоли и другие серьезные заболевания на ранних стадиях уже больше года могут на этом уникальном томографе в Киевском консультативно-диагностическом центре. Благодаря высокой мощности МРТ увидеть заболевание можно в самом начале, чего не показывают другие подобные аппараты. Однако пока что здесь не могут обследовать детей. Ведь для самых маленьких пациентов необходим наркоз. Для этого нужен специальный прибор – пульсоксиметр, выдерживающий высокое магнитное поле. Он намного мощнее, чем наш старый. То есть там пол Тесловый, а здесь полтора Тесловый. То есть он дает возможность для обследования как взрослых, так и деток более детально увидеть какие-то проблемы во время введения наркоза. И когда ребеночек помещается, вот как взрослый пациент, так же помещается, ложится защита, но ребеночек вводит себе наркоз, чтобы он спал, и он погружается туда, в туннель. Ну, грубо говоря, такой туннель я называю. И мы не видим его. А мне нужно видеть. Вот я как анестезиолог, и мои коллеги тоже. Мы должны понимать, что происходит с ребенком. Пульсоксиметр дает возможность, он контролирует пульс, уровень кислорода в крови. Еще в июле за помощью в приобретении дорогостоящего оборудования руководство центра обратилось в благотворительный фонд Владимира Мунтяна «Возрождение». Багато роков мы уже працюем с фондом «Возрождение», особенно с Володимом Михайловичем. Потому что он обратился к нам как бы лично, а после узнать наши конкретные проблемы, он сразу, знаете, включился и начал помогать. На протяжении часа нам дали эти деньги, перерахували эти деньги. И сейчас мы уже нашли фирму, которая поставит нам этот пульсоксиметр. Потому что мы не можем обстежить деток. Киевскому консультативно-диагностическому центру здесь помогают не впервые. Конкретно для диагностического центра это не первый наш такой подарок. Мы уже покупали им оборудование, очень необходимо, очень нужно для обследования женщин и выявления рака, онкологии на самой-самой-самой начальной стадии. И оно позволяет тогда, когда еще вообще никакое оборудование, ничто и никак, невозможно увидеть начало болезни. Вот на этом оборудовании это можно увидеть. Также мы помогаем по Украине около 50 больницам, онкоцентрам и в первую очередь детским отделением онкоцентра. Конкретно вот в киевском нашем онкоцентре мы для детского отделения делаем такую ежемесячную помощь, ремонт сделали. В этом диагностическом центре благодаря помощи благотворителей также установили видеонаблюдение, приобрели трубку для маммографа, установили источники бесперебойного питания. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Международный день близнецов отмечали сегодня в Киеве. Эту акцию устраивают второй год подряд. Несколько сотен пар двойняшек и близнецов из разных городов Украины съехались в столицу. Зачем, расскажет Лина Зеленская. Кире и Марине 11. Когда они вдвоем, всегда в центре внимания. Прохожие оглядываются на одинаково одетых девочек, похожих как две капли воды. Подходят, просят с ними сфотографироваться. Но сегодня здесь таких, как они, множество. Непривычно видеть братьев, сестричек и столько близняшек, как мы. Вы впервые сегодня здесь? Да, первый раз. Марина и Кира не исключение. Большинство близнецов празднуют свой день на одной из популярных киевских платформ впервые. Более двухсот братьев и сестричек, похожих как две капли воды, собрались сегодня здесь, чтобы поставить новый рекорд. Прошлогодний рекорд 85 пар близнецов организаторы нынешнего праздника планируют превзойти. По меньшей мере вдвое. У нас география расширилась. К нам едут со всей Украины. Ивано-Франков, Запорожье, Львов, Одесса, Чернига. Сегодня будет четыре рекорда. Это максимальное количество близняшек и двойняшек в одном месте. Мы ожидаем около двухсот пар. Максимальное количество тройняшек. Самые тяжелые дети при рождении, это около четырех килограмм. И самые маловесные, это у нас детки 960 и 980 грамм. Самым младшим участникам всего несколько месяцев. А Полина и Вера? Вера, сколько их? Семь месяцев. И мы уже умеем сидеть, ползать на четвереньках, кушаем почти сами ложечкой. Давайте знакомиться. Тебя как зовут? Надя, Вера, Рома, Таня. Будем дружить? Будем. Близнецы – это в два раза больше хлопот, забот и финансов. Но и в два раза больше счастья, уверяют родители. Любовь двойна, обнимание. Любовь детей также к родителям. Это восхитительно. Вдвойне. Вдвое больше любви, вдвое больше обнимашек. И всегда интересно, с ними не соскучишься. Если мамы двойняшек говорят, что им достался счастливый билет, то мамы тройняшек убеждены – сорвали джекпот. Это Катя, Маша и Поля. Попытки родственников и друзей различить малышек тщетны. И только мама девочек уверена, что ее дети, но совершенно разные. Разные характеры, эмоции, походка, голоса. В следующем году организаторы планируют собрать еще и четверняшек и вести конкурсную программу, чтобы определить самых спортивных, талантливых и эрудированных близнецов. Лина Зеленская, Данил Косаковский. Подробности – телеканал Интер. Какие убытки понесла Германия из-за невиданной засухи? Как борются с масштабными пожарами в Калифорнии? И какое самое быстрое существо на нашей планете? Об этом и не только далее в нашем обзоре. В Калифорнии продолжается борьба с самым масштабным пожаром. К устранению очага возгорания присоединились 14 тысяч пожарных из 18 штатов. На помощь также прибыли представители спецслужб из Австралии и Новой Зеландии. Пожар уже уничтожил тысячу домов, а более пяти тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Для ликвидации стихийного бедствия власти выделили 230 миллионов долларов, что составляет половину годового бюджета, предназначенного для чрезвычайных ситуаций. В США сотрудник аэропорта в Сиэтле несанкционированно завладел пассажирским лайнером, после чего разбился в 50 километрах от взлетно-посадочной полосы. Как сообщает полиция округа Пирс, угонщик страдал суицидальными наклонностями, а сам инцидент не связывает с террористическим актом. Кроме погибшего пилота никто не пострадал. Большинство местных рейсов задержали на несколько часов. Мексиканский морской флот перехватил лодку, перевозившую более двух тонн наркотиков. Инцидент произошел недалеко от порта Акапулько. Для захвата нарушителей власти выделили три вертолета, которые преследовали судно до самого берега. Всех подозреваемых задержали. НАСА отложило на сутки запуск ракеты с солнечным зондом «Паркер», которая должна была стартовать с мыса Канаварал. Причиной этого стали дополнительные проверки системы передачи данных из космоса на Землю. Инженеры опасаются, что сателлит может не выдержать экстремальную высокую температуру Солнца. По плану разработчиков, зонд «Паркер» приблизится на рекордно близкие 6 миллионов километров к Солнцу и станет первым из созданных человечеством космических аппаратов, которое войдет в так называемую «солнечную корону». Ученые из Технологического института Джорджии назвали самое быстрое существо на планете. Им оказался одноклеточный организм, обитающий в пресной воде и способный развивать скорость до 724 километров в час. Длина существа больше 4 миллиметров передвигается с помощью сокращений туловища. Исследователи пока не знают, благодаря чему простейший организм способен развивать такую скорость. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности.ua в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин